Мы хотим новинки, а мы их и получаем. Как правило, новинки у нас в основе – автомобили, шмотки и телефоны. Ни то, ни другое, ни третье меня не интересует. В связи с тем, что я, ну скажем так, возрастной родитель, мне больше нравятся новинки в области игрушек. И вот за ними мы приехали в любимую игрушку. Где она находится? А вот здесь. А вам о чем говорили? Мы вам говорили о том, что рано или поздно мы хотели посмотреть новинки. Новинки сегодняшнего дня. И для этого мы приехали сюда, в любимую игрушку. Для того, чтобы посмотреть эти новинки и, возможно, кое-что купить. Иногда случается, господа мои. Да, 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 да. Детство свое вспоминаю, я вспоминаю единственную штуку, которая мне с того момента запомнилась. Да еще, по-моему, годика два-то мне было. Мы были в Таежном. И у наших знакомых дети ездили на Чуки-Геки. Вот это, вот это такая штука-то и была. Я всю свою жизнь, всю свою молодость и большую часть юности так об этом-то и думал, что когда-нибудь можно было бы себе это дело купить. Но нигде не было. Нигде этого не было. Сегодня сейчас это есть. Сегодня и сейчас, придя в магазин, любимая игрушка, вы можете купить за весьма интересную и сногсшибательную сумму 1600 рублей. И ваша девочка и ваш мальчик будут ездить на них. Круто? Это то, что доктор прописал. Мы же говорили о новинках. Новинки присутствуют. Без новинок никак. То бишь, вот такая машина. Такая машина. Цена вопрос 500 рублей. Эвенгерс. Мстители. Марвел. Вау, круто. Да-да-да. Я в некотором смысле начинаю смотреть. Почему я смотрю? Потому что, когда я их смотрю, я вижу, ну, качественно другой подход к реализации этих вещей. Конечно, все это на рирпроекции снимается, но смотрится вот винтецко. То, что делается в России. Вот. Снегоболотоход. Он, конечно, не может на гусеницах, но тут у него есть колесики. Но, в принципе, то же самое. Это уже чисто российская машина под названием ГАЗ. Цена вопроса 300 рублей. Можно еще и подешевле купить за 285. Чуть дальше и чуть веселее. Вот там, вот там, вот там, вот там. Помните, да? Это называется клавиатуры. Ну, с большим количеством примочек. То есть, мой ребеночек стал круче меня в разы. Потому что он уже играет на клавиатуре, на синтезаторе, естественно. Эх, было бы это все в моем-то возрасте. Может быть, я бы уже был бы композитором. Ну, хотя нет. По-моему, я вам более интересен, как журналист. Хотя, честности, о журналистике я в людстве не мечтал. Я мечтал быть пилотом. Мы о чем говорим? О том, что рано или поздно... Ах, сейчас. Сделать здесь очень тепло. Как-то здесь очень тепло, да? Очень хорошо и красиво. Пришли с холода и в тепле. Выбирайте то, что вам необходимо. А, к слову, я бы вам советовал все-таки прийти сюда вместе с ребенком. Потому что ребенок тоже может какое-то интересное подсказать. То есть, мой ребеночек мой мне сказал, естественно, что я хочу палатку дома. У меня была палатка дома. Я ее как-то купил. Вот, купил ее где? И какая палатка это была? Естественно, в магазине для рыбалки. Зимняя палатка такая, быстро ставящаяся. Но, к сожалению, эта палатка у меня промокла. Ну, в машине полежала и на нее масло пролилось. Представляете, чтобы масло это не есть. Хорошо. Кто бы знал, я сюда приехал, в магазин, милая игрушка. Потому что, обратите внимание, вот такую можно было бы взять как раз для детей. То есть, обратите внимание, в каком возрасте, да? Но до 10 лет они легко могут в них поместиться. И давайте все-таки определимся, сколько здесь. Большое количество. То есть, если ребенок захотел дома, то есть, не надо его никуда отправлять. То же самое для дома и для большого дома здесь есть все. И батуты, и все, что необходимо для того, чтобы ребенок получил удовольствие. Ну, все же не просто так, да? Все совсем не просто так. Почему все не просто так? Потому что здесь, в принципе, и вы, и я, да и все остальные можем себе купить то, где могут переночевать наши гости. Или можно на этих же штуках поехать отдыхать. В данном случае мы говорим про накачивающиеся кровати. То есть, ну, некоторые есть очень красивые и большие в действительности. То есть, поехали где-то, палаточку поставили. И, кстати, почему палатка? Да даже если вы поедете куда-нибудь, ну, допустим, сегодня, сейчас на отдых, да? Ну, не будете брать что-то там навороченное и красивое. Потому что навороченное и красивое, ну, оно же не всегда и не всем нужно, да? Вот. А можно, в принципе, на небольшом месте взять себе отличную, хорошую кроватку. И большую, естественно. И вообще есть другие вещи, которые вам как бы необходимо было накачивать. Так и то, и другое здесь есть. Электрические и различные насосы. И те самые кроватки. Здесь есть. Цена вопроса от 1450 рублей. За хорошую, нормальную кроватку. Как-то все клево получается, да? Вот третий месяц работаем, а народу уже... А народу много. Будет еще больше, естественно. Мы с кем работаем? Мы работаем с телевидением. Телевидение вам должно продемонстрировать то, что это и есть крутизна. Потому что... Потому что круче телевидения ничего и нету. К слову о том, что писки. О, совершенно новые писки. Совершенно новые писки и совершенно невысокие цены. Сейчас знаете, что и о чем народ-то пищит? Такие штуки под названием валчки. Так. Ну, не могу достать. Ну, да ладно. Это вообще недорого стоит. Раскручивается, и они должны друг друга... Бым-бым-бым-бым-бым-бым-бым. Давайте определимся, где все это дело будет находиться. Даже если это квартира... Представляете, эту штуку раскрутили. Она куда-нибудь укатилась и слишком далеко. А еще она может закатиться куда-то. И вы его там не доставите. Во! Замечательный арен для валчков. Который стоит ну просто копейки. Да, 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 да. Тобишь. Тобишь, 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 тобишь. Что за моей спиной? Ну, перед моей спиной. Ну, естественно, наставленные игры. Разные-разные. Разные-разные игры. Да, если покорми рыбку. Прикольная штука. Вот-вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Телескоп. Микроскоп. И ни то, ни другое вместе. С другой стороны. Шахматы. То есть, вообще-то... Как мы будем говорить. То есть, если мы говорим о микроскопе, то цена микроскопа начинается 385 рублей. Цена телескопа 640. И то, и другое, и то вместе получается 940 рублей. Да? Нормальная цена. Да легко. И шахматы. Ну, в принципе, в принципе, не имея больших денег, а имея ту самую там тысячу рублей, придя сюда, можно много-много чего интересного купить. Где по-любимые игрушки? У нас нанотехнологии. Вау! Мы должны быть нанотехнологичными товарищами. Вау! Для нанотехнологичных товарищей здесь, естественно, есть роботы. О! Вот они! Вот они, те замечательные роботы. Разговаривают, ходят, двигаются, естественно. Так. Про ценники. Обыкновенный робот начинается от цены 300 рублей. Ну, чуть дороже, чуть веселее, естественно. Есть максимальная цена. Но максимальная цена, это не сильно большие, там, 1880 рублей. Вот это да! О! О! С другой стороны, мы вам говорим о, естественно, типа Lego. Ну, давайте все-таки поделимся, что не только типа Lego же работает, правильно? Что это такое? Это стандартные конструктора. А сколько я их уже собрал? Космос, космос, космос. Но даже если я сегодня сюда прихожу, мне бы, конечно, тоже захотелось кое-что новое собрать. Потому что и это тоже есть новинки. К слову, о цене, ну, не сильно дорогие, если честно. То есть, если мы будем говорить про Lego, я что-то не доезжаю. Почему такие цены странные? Гораздо проще собрать тоже из тех же материалов, но здесь. Мы о чем будем с вами говорить? Мы будем говорить о машинках. В данном случае мы будем говорить о тех машинках, на которых вы и умеете ездить. И чем раньше вы эти машинки купите своему ребенку, тем быстрее он начнет ходить. Или бегать. Вот. Да, на этом тоже не мой сезон вопроса. Но, тем не менее, я вижу своих товарищей, у которых тоже появляются замечательные детишки. И почему вам сюда не приехать, в любимую игрушку? По одной простой причине. Вы себе покупаете то, что должно быть. Для начала. То есть, есть электромобильчики. Ну, не электромобильчики, а машины, которые вы будете катать. Будем говорить про эту технику. То есть, она будет кататься, естественно. И ребенок, в принципе, здесь может сидеть, ну, уже с 4-х месячного возраста. Может и раньше. То есть, когда он уже может сидеть, он легко его может сюда поставить. Уже чуть позже вы его будете катать, а уже чуть позже уберете вот эти всякие примочки. А еще дальше он будет сам на них ездить. Клево, клево. И, по сути событий, стоит такая машинка не таких больших денег. То есть, будем говорить, что она стоит от 1840 рублей. Нормальная цена. Уже дальше ваш ребенок может рассачивать вот на такой технике. То же самое. Растяжка. Ножки, ножки, ножки должны быть хорошие, красивые, изумительные. А уже потом тоже новинка. Вот такая штука. Очень хорошая. Очень хорошая. И, в принципе, до 5 лет он может на ней ездить спокойненько так и легко. Вот это очень интересная сторона. Сейчас объясню. Когда я был в Китае, я почему-то не увидел детей, у которых в игрушках были вот эти штучки, которые стреляют маленькими шнешками. Потому что, ну, вы представляете, да? Один ударчик и будет не очень хорошо, если особенно куда-то в глаз входит. Может быть. Ну, это чуть-чуть дальше должно быть. Сегодня сейчас вот эти штучки. Покупаете, здесь ставится аккумулятор, да? И ставятся очень легкие патрончики. Они, в принципе, хорошие патрончики. То есть, мы посмотрели, продемонстрировали это в прошлом своем сюжете. Грубо говоря, они целиком пролетают всю эту большую дистанцию. Не так быстро, но все равно то, что доктор прописал. Вот эти штуки, пожалуйста, вы можете их себе купить. И будет очень даже интересно посмотреть, как ваш ребенок будет вместе с вами пуляться. О-хо-хо! К счастью нашему, к счастью нашему, ребенок научился управлять. К счастью нашему, ребенок может управлять, когда ему... Да и практически салопедом. То есть, он может на радиоуправлении заниматься. Радиоуправление. Вот о том, что мы сейчас будем говорить. То есть, если мы говорим про радиоуправляемые игрушки, вот они. Вот, вот, вот. И до туда, пожалуйста. Не буду сейчас считать, но этого в действительности хватает. То есть, вы уже понимаете, что он и чуть раньше в возрасте, чем вы уже научился на них летать. Что касаемо сегодня и сейчас. Ну, в связи с тем, что... Каждый день рождения моего ребенка я сюда прихожу, я тоже хочу вот такую штуку купить. Вот такую. Для него, естественно. Чтобы он научился летать. Потому что, извините, я пришел в авиамодельный вид спорта, когда мне было, ну, грубо говоря, 10 лет. Но уж поверьте, мой ребенок научился летать на планере, когда ему было 5 лет. Я его поднимал, естественно, и руководил. Давайте все-таки определимся с нашим будущим. Конечно, журналистика это то, что доктор прописал. Быстрее всего получается квартира. Вопросов нет. Но журналистика и одновременное занятие командиром воздушного судна тоже неплохо. Ну, представляете, да? Как вы прекрасно понимаете, на журналистике сейчас деньги большие не зарабатывают. Собственно, в России. Но если это командир воздушного судна, то есть он слетал, взял с собой камеру, поснимал там материальчик хорошенький, приехал, здесь тоже кое-что красивое сделал, то к тем деньгам, которые он получает, да, он получает совсем немаленькие деньги. То есть дополнительный приобретатель тоже был бы очень даже интересен. Но это я так шучу. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы Россия вернулась на круги своя. И наши пилоты были бы круче. То есть сегодня, сейчас мы это можем делать вместе с магазином «Любимая игрушка», купив ему вот такие замечательные штучки на радиоуправлении. Ну, вы понимаете, мы стандартные человеки. Не самые крутые, но живущим в самом дорогом городе мира. У нас единственный недостаток от Москвы – цены на недвижимость. В остальном все дороже. Все, все, все. А то... Нет, есть, конечно, севера, но там зарплаты в три или пять раз выше нашей. А мы не хотим разорять себя для салопедов мелких. И вот тогда надо ехать сюда. Потому что по-другому не получается. Если мы не будем таскать новинки, ничего у нас хорошего и не выйдет. А здесь новинки тащатся. В смысле, их привозят, естественно. Причем привозят по вполне адекватной и совершенно недорогой цене. И вы это тоже можете купить прямо здесь.